Добрый день, дорогие друзья! В стране полным ходом идет подготовка государственного переворота. Это не фигура речи и это не преувеличение. 15 января в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал ряд поправок в основной закон страны в Конституцию Российской Федерации. Высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали и, полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые, считаю, вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России. По Конституции именно президент является ее гарантом. При вступлении в должность именно президент произносит присягу с обещанием соблюдать и защищать Конституцию. Внесенные Путиным поправки противоречат Конституции по своей сути. А значит, обещавший хранить и соблюдать закон человек прямо его нарушает. Единственное, чего добивается Путин, это возможности править вечно. В этом и только в этом. Смысл всех поправок. Путин и его дружки не хотят и не могут уйти от власти. Для них уйти – это потерять награбленные миллиарды. Возможно, потерять свободу. А с учетом их традиций может быть даже и жизнь. Так что выбор-то у них маленький. А значит, изменения в Конституцию делаются небольшой группкой коррупционеров и узурпаторов в интересах этих самых коррупционеров и узурпаторов. Им вот кровь из носу надо оставаться во власти. А значит, надо спешить. Спешить, пока еще есть возможность. Пока рейтинг не упал уже совсем ниже Плинтуса. Спешить, пока для удержания власти нужно вбросить только 15-20% голосов, а не все 50%. Ради этого под видом технических поправок в Конституцию вносятся на самом деле достаточно существенные изменения. Это, по сути, полная отмена разделения властей. Окончательное уничтожение независимости судей. Разрушение принципов федерализма и местного самоуправления. Отказ от обязательного характера подписанных международных договоров. А также создание, по сути, дополнительного высшего органа власти. Также Путин мухлюет с процедурой принятия поправок в Конституцию. По сути, он хочет достаточно кардинально поменять первую и вторую главу основного закона. Но в Конституции предусмотрен однозначный порядок таких изменений. Необходимо собирать Конституционное собрание и принимать новую Конституцию. А собирать Конституционное собрание Путин не хочет. Мало ли что там решат представители гражданского общества и специалисты по Конституции. Он хочет, чтобы поправки одобрили лояльные ему прыгуни с шестом атаманы казачьего общества и артисты всех мастей. Для этого поправки в первую и вторую главу вносятся в другие главы. Путину очень важна фейковая внешняя легитимность. Ему важно, чтобы за его вечную власть проголосовало население. Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Чтобы он потом тыкал результатами голосования направо и налево. Но в гражданах и в степени поддержки в народе он уже не уверен. К слову, правильно не уверен. Поэтому голосовать за поправки в Конституцию мы будем не на референдуме, а в ходе какого-то опроса. Почему опроса? Зачем это выдумано? Ну, потому что референдум это прописанная в законе процедура. Есть правила, сроки, процедуры. За референдумом можно наблюдать. А за фальсификацию предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Ну, понятно, что это сейчас, может быть, никого не пугает, но на будущее это страшно. А вот что такое опрос, никто не знает. Нет такой процедуры в законе. Как хочешь, так и проводи. Как хочешь, так и считай. Никакой ответственности. Хоть 146% проголосовавших будет, хоть 185. Главное, объявить результаты всенародным волеизъявлением. В целях манипуляции результатом Путин использует еще один трюк. Голосование пакетом. Необходимые ему поправки, они совмещены в один пакет со всеми остальными. И для верности в этот пакет поправок добавлены некие социальные обещания. Причем, даже не скажу, что особо щедрые. Путин предлагает зафиксировать в Конституции повышение мрот до уровня прожиточного минимума. А также внести в основной закон пункт об индексации пенсий. Ну, что я могу сказать. Никогда еще наше будущее не предлагали вам продать так дешево. Вообще-то повышение мрот и индексация пенсий – это решение уровня правительства. Более того, реальная величина этих повышений и индексаций будет зависеть от правительства и после внесения поправок в Конституцию. Ну, мрот предлагают повысить до прожиточного минимума. А прожиточный минимум, кто, простите, определяет, тот и оно. Захочет правительство и будет прожиточный минимум около ноля. То же и с пенсиями. Ну, будет стоять в Конституции требование индексации их на уровень инфляции. И что? Во-первых, уровень инфляции определяет правительство, и оно его всегда в свою пользу определяет. Во-вторых, вы что и вправду хотите, чтобы нынешние нищенские пенсии были закреплены навечно, пусть и индексируясь по уровню инфляции? Смешно. И вот мы имеем антиконституционные поправки в Конституцию, которые жульническим путем проталкиваются в рекордно короткие сроки. И все ради бесконечного продления личной власти группы жуликов во главе со случайно попавшим на пост президента человеком. Между прочим, 20 лет назад попавшим. Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние и сердечные поздравления с избранием вас президентом Российской Федерации. И вот эта шобла уже 20 лет пьет нашу кровь. И еще 20 лет собирается. Эти люди уже лишили нормальных жизненных перспектив пару поколений. Вы готовы отдать им будущее уже своих детей и внуков? За виртуальное повышение МРОД и индексацию пенсий, которые эти же люди у вас уже дважды отбирали. Конституция – это основной закон страны, который должен работать в интересах 145 миллионов граждан. А сейчас его переписывают в угоду жадности и страху горстки преступников. Это и есть государственный переворот в полном смысле этого слова. Таким он и войдет в историю. И в этой ситуации мы должны признать незаконность и нелегитимность поправок в Конституцию. Не в смысле их сути и содержания, а в том, что это попытка государственного переворота. Поправки написаны группой лиц в интересах вечного нахождения этой самой группы лиц у власти. Поправки, очевидно, принимаются в нарушении всех стандартов и процедур внесения изменений в основной закон страны. Мы должны сказать нету зурпатора. Не потому, что мы согласны или не согласны с какими-то отдельными поправками и какими-то отдельными положениями, а просто потому, что это попытка государственного переворота, которую мы обязаны остановить. Путинские поправки – это такое вот ГКЧП 2.0. Как вам известно, для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения принято решение образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Добровольный опрос, который власти собираются устроить по поправкам, по сути превращается в референдум с одним вопросом. Этот вопрос – вы одобряете антиконституционный государственный переворот, который позволит Путину и его друзьям оставаться у власти навечно? И наш ответ, конечно же, должен быть – нет. Нет, мы не хотим, чтобы Путин правил вечно. Мы не хотим, чтобы группка жуликов переписывала Конституцию под себя. Да, нам будет трудно сказать это – нет. Не сомневайтесь, ради этого вопроса Путин пойдет на такие фальсификации, которых мы еще не видели. Для него главный вопрос сейчас – это подавляющее большинство проголосовавших «за». А для нас важно показать, что очень и очень многие говорят «нет» вечному управлению одних и тех же людей. И важно сказать это «нет» сейчас, потому что больше могут и не спросить. Но если мы проявим характер, если сумеем консолидироваться, если сумеем показать, что нас много, что мы можем добиться своего, то мы от этого добьемся. Власть на самом деле нас очень боится. Когда они видят, что общество готово сопротивляться, они идут на уступки. И когда значительная часть общества выразит свое несогласие, то увидите, как быстро эти ребята исчезнут. Наше будущее в наших руках. И это не просто слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok